Ребята, всем привет! Я хочу вам сообщить такую новость. Я хочу подстричь собаку! Я уверена, что все будет хорошо. Да, Вивочка, на самом деле Вива сама виноват. Она очень долго ко мне приставала и говорила, мамочка, мамочка, мамочка. Где ты? Мамочка, 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 давай чем-то заниматься совместным. Давай чем-то заниматься. Почему ты на меня не обращаешь внимания? Да, ты же вот так говорила, моя Муречка. Я не буду мучить свою собаку, конечно же, я просто хочу снять ей немножечко так называемой серсти с рук. Могу сказать, что уже больше недели, как я, на так называемом карантине. Конечно, я выхожу из дома, но это только за продуктами. В банк там сходить, денежку снять и все. Мы просто снимем как бы длину. Так, сидеть, сидеть, сидеть. Поскольку парикмахерские тоже закрыты, я придумала такой способ. Эх, так бы хотелось сейчас Вивочку в порядок привести, но при этом мне хочется посмотреть, насколько пушистой она может стать, как долго мы можем ее не стричь. Зачем я приобрела филировочные ножницы для собак, я не знаю. Но сейчас я понимаю, для чего-то они мне нужны были. Вива, конечно, уже грустит, но не надо было маме, значит, мешать. Ты к маме приставала. Сейчас я сделаю одну руку, потом вам покажу для сравнения с другой рукой. Я просто хочу, чтобы волосы были покороче, чтобы она была таким смешным медвежонком. Знаете, мне кажется, я могу стать парикмахером собачьим. Это очень сложно. Так, интересно сравнить. Ого, вот это я состригла, вы сейчас обалдеете. Сравните лапы. Видите, какая разница? Это, конечно, еще мокровато немного, но пипец же разница. Как-то получше стало, что ли. Сбоку так, а тут сбоку так. Ну, чудище же. Так, продолжаем с этой стороны. Конечно, будь у меня машинка, было бы все быстрее. Но зато есть возможность творчества, так называемого. Вива, конечно, вообще не рада. Сейчас она маму не любит. Но потом она мне спасибо скажет, когда мы будем быстрее сохнуть, да? Помнишь? Как долго мы сушимся. Так, мы продолжаем с вами нашу вечеринку под названием «Приводим собаку в порядок». Она, конечно, в шоке. Ну, а теперь, когда мы здесь натворили бед, точнее, делов всяких, нам нужно доделать нашу стрижку. И чтобы исправить немножко положение, мы обратимся к филировочным ножницам. Ну, не расстраивайся, мам, тебе вкусняшку дать. Мама, очень осторожно. Мама, у тебя, ну, все руки это, рукодельница твоя мама. Потом тетя парикмахер с ума сойдет. Добери маме, Сонечка. Ну-ка, ну, кстати, уже получше стало. Так, сейчас с опущенной ногой будем делать. Не бойся. Блин, всегда мечтала быть парикмахером. Какое-то красивое! Посмотрите, как эту лапку мама ей обработала. Сейчас нам надо вот эти штуки убрать. Вот тут нам, конечно, машинка не помешала. Видите, аккуратно, чтобы никак ее вообще не дотронуться. А она все равно выпендривается. Вот, извините. Ты хотела вместе время проводить? Получай! Ну, с этой стороны, кстати, нормально, красиво даже получилось. Сделай так же с другой стороны. Сидеть! Так. Так, я не знаю, сколько по времени это у меня заняло сидеть. Так, смотрите на ее лапки. Заду можно увидеть, где недочеты. Но в целом стала миленько. Стала поаккуратней. Я ей потом еще и ушки так сделаю. Но я ей пока только передние лапки сделала. У меня уже спина болит. Все это вообще-то невыносимо. Сложно. На. Следующий сеанс через полчаса, Вивиена. Говорю, Виви, нам надо продолжать. Она сама сюда зашла, представляете? Вот мое рабочее пространство. Волосят они! Вивчик! Да, конечно, нольница у меня не то, что надо. Кухонная. Но посмотрите, какая красота получилась. Покажи лапки, Солнце. Покажи. Не трясись. Покажи лапки. Ну, блин, кстати, реально стало лучше. Вот я смотрю, мне нравится. Ну, вот прям более мило стало. Более аккуратно. Да, моя морда? Да, моя смешная морда? Нам теперь даже не надо 1700 рублей платить. Давай-давай, не бойся. Ноги это не руки, сама знаешь. Так. Так, с ногами у нас тут тоже история. Так. Электризуется. Не бойся, не бойся. Чуть-чуть попшикать, чтобы мама видела рабочую поверхность. Теперь ты доверяешь маме, когда ты видишь, как красиво получилось? Бедная вьюа. Ну, а что мне теперь это самое? Мама, очень аккуратно. А потом мы с тобой напишем маме сценарий и пойдем смотреть кино какое-нибудь. И играть в кухонную лихорадку. Мне кажется, с ногами нам будет легче, да, Вив? Мама, очень аккуратно. Мама, очень аккуратно. И так, ребята, сегодня у меня новый день. Я вчера перестала снимать, как стригу Вивиену, потому что у меня села камера. Вивочка, иди сюда, зайчик. Покажись, пожалуйста. Иди, пожалуйста, покажись, как мама тебя подстригла. Давай к стенке вставай. Вивочка, смотрите, какие у нас нижние лапки седали. Покажи мордочку. Мордочку покажи. Мама так вчера старалась, у мамы спина отваливалась. Ну так вот мы чуть-чуть покороче мордочку сделаем. Ну покажи морду, ну Вив. А какой хвостик я из меня что сделала? Мне кажется, я из нее кошечку сделала. Да, моя кошечка? Как же у мамы на кошечка? Жмешная моя шабачка. Так, смотрите, вот такие у нас короткие ножки стали. Ой, смертут волоси какие-то. Ну ничего, доделаем, да, зайчик? Ладно, я, конечно, не это, не супер гениальная. Так, сидеть, сидеть, сидеть. Вива. Сидеть. Смотрите, какие ушки зато смешные стали. Но в целом я довольна работой. Эй, поаккуратнее все-таки стало. Не так много волос. А какой хвост-то смешной, а? Извини маму, мама не умеет стричь. Но мама очень старалась, очень, правда старалась. Ты у меня самая лучшая собачка в мире. Сегодня вторник. И мне сегодня пришло две посылки. Я, честно говоря, одну я знаю, что я ждала. А вот вторая, я вообще без понятия, что мне пришло. На улице у нас снег. Ну, как бы последний день марта. Мне кажется, нормально все. Меня это пугает. И у себя в инстаграме, в историях, я рассказала свою версию происходящего. Мне кажется, что если вы смотрели фильм «Геошторм», там, где власти, там, в мире, какие-то там страны создали машину, которая находится в космосе. И она управляет погодой, и она там сбилась, что-то у нее. И, в общем, по всему миру произошел хаос, водопады, цунами, там, шторм, я не знаю, что еще там было. Ну, в общем, все там было, все, вот эти все катастрофы. И когда такие вещи происходят, типа снег в конце марта, либо очень-очень теплая зима, мне всегда кажется, что это «Геошторм». Он, может, по-другому называется, но я, мне кажется, я верю в то, что такая фигня существует. И я уверена, что, конечно, вряд ли постоянно управляют погодой, да. Типа, когда лето, тогда лето. То есть, я думаю, что этим не управляют, это так и есть. Но когда нужно поменять погоду в подходящее какое-то время, мне кажется, что меняют. Не знаю, напишите, что вы думаете, думаете, существует такое или нет. Мне кажется, что реально есть вероятность того, что такое существует. И кто-то управляет погодой, потому что иногда бывают такие странные вещи. Конечно, я понимаю, что может быть просто там глобальное потепление, вот эти все кучи же катаклизм всяких происходит, ужасных там пожаров. Я думаю, вряд ли кто-то специально это делает. Если бы можно было это контролировать, то это бы избежали, я думаю, надеюсь, таких вот неприятных моментов, когда леса горят, еще что-то. Посмотрите на этот снег в конце марта. И я, знаете, почему так подумала? Потому что, блин, ну сейчас же вирус ходит, да, причем не то, чтобы ходит, он прям летает как сумасшедший. И мне показалось, что они включили снег и холодную погоду для того, чтобы как бы убить вирус. Ну, типа, знаете, им уже наверняка не понравится такая погода вирусу. Хрупкая. Что там? Все хрупкое, такое увлекательное. Это какой-то чайник. Из Китая? Распаковка вышла из-под контроля, мне кажется. Может, мне аж по ошибке доставили? Господи! Что это? Так, похоже, это просто коробка от чайника. Я прям уже напряглась, честно говоря. Но я думаю, что это именно то, что я и ждала. Чайник из Китая, спасибо. Так, я уверена, что это украшение. Да, это украшение! Ухи! Тут, причем, очень много всего класса. Давайте я вам лучше вблизи такие вещи буду показывать. Все эти украшения. А пока мы откроем другую коробку. Вау! Это подарки! Это подарки! Это подарки! Это рассылочки подарков! Две черные посылки! Следующее, что я делаю после всех этих распаковок. Дезинфицирую руки. Потом иду их мою. Потом продолжаю заниматься распаковками. Знаете, никогда в жизни не пользовалась дезинфекторами этими. Никогда. Ну, я всегда хорошо мыла руки, всегда. Но вот дезинфекцией никогда я не пользовалась. Интересно, кстати, сколько я вешаю? Я сейчас вешусь, потому что я так давно этого не делала. Ребята, я поправилась! Ха-ха! Да! Я в шоке! Я поправилась! Я никогда днем столько не весила. Последнее, я не знаю, сколько... Это все потому, что я так хорошо питаюсь. Ну, хорошо в том плане, что я постоянно ем, постоянно дома. У меня нету таких проблем, типа, ой, не успела поесть сегодня вообще. Потому что где-то не дома была. Я очень рада, что я немного поправилась, потому что... Ну, как немного, так-то я весила 52, 51. Так, ну что ж, давайте начнем смотреть вот этот нот бланк. Надеюсь, правильно произношу. Здесь всякие украшения прикольные, цепи какие-то классные. Ва-а-а! Блин, надо было сюда ножницы притащить, они тут пригодятся. М-м-м-м... Не хочу вставать. За ножницами, но придется. Так, продолжим. А, кстати, хотела еще рассказать, пока я распаковываю. Мне начали в комменты писать под предыдущим блогом, типа, Юля, какого фига и какой был смысл уезжать в Москву, если вся твоя семья на даче, Карина на даче, зачем сидеть дома в Москве одной, в одиночестве, бла-бла-бла. Много, на самом деле, причин, по которым я не могу остаться на даче на неделю или не знаю на сколько, но вот в ближайшее время точно я к этому не готова. Во-первых, у меня с собой не было компьютера. На ноутбуке мне безумно неудобно работать. Я не люблю монтировать видео на ноутбуке. Мне намного удобнее делать это на компе, перед которым я сижу. Потом также моя мама и мои родители не собираются оставаться на даче. Во-первых, моя мама уже в Москве, она уехала на следующий день в Москву. У нас там пока еще не такие суперкрутые условия, чтобы там кайфовать и жить неделями. И, не знаю, мне кажется, что в Москве даже будет побезопасней с точки зрения даже каких-то больниц, знаете, мало ли что. Я просто даже по этим причинам боюсь оставаться надолго на даче. Вот сейчас в такое время. Тем более мне очень не хотелось бы, чтобы я осталась на даче, а потом я бы поняла, что мне надо срочно ехать в Москву. Зачем-то, неважно, да, зачем. А я не могу попасть к себе домой. Конечно, мне начали писать, что то, что у меня есть московская прописка, меня не могут не пустить. Но, знаете ли, оштрафовать-то могут. Типа, сидела бы уже дома в Москве и все. Поэтому я не хочу вот эти вот катания туда-сюда. Мне в Москве спокойнее у себя дома, где у меня хороший интернет, где у меня хорошие условия для жизни. Я знаю, как могу себе приготовить поесть сама и все такое. Дедушка мне тоже, вот вчера мы с ним долго болтали. И он мне говорит, типа, поезжайте на дачу, вот дачу дедушкина, которая, поезжайте туда, потому что там, во-первых, условия есть, все, типа, круто, на мази. Конечно, я понимаю, я согласна, на даче, наверное, было бы, что-то мне в глаз как будто попало. Надеюсь, не вирус. Тетя, конечно, не под этот лук, но это, кстати, модно сейчас. Так, следуйся я. Кто ко мне пришел? Да? Ага-га. Еще одна доставка курьерская. Я не понимаю, что мне везут. Я реально не понимаю. Сейчас я встречу курьера и расскажу вам. Так, ребята, мне это, конечно, очень нравится. Я люблю такой карантин. Три курьера в день с какими-то прикольчиками для меня. Это Мак. Для Юли. Пушман. Сердечко. Пришел курьер в респираторе, в перчатках. И он сказал, ой, какие все красивые девушки. Еще бы я дома сижу, что мне еще делать, как не краситься, блин. Не для продажи, а подарок для Юли. Вот такие оттеночки мне прислали. Я очень счастлива. Я вообще, не знаю, очень люблю Мак. Круто. Сама выбирала. Я думала, честно говоря, что она побольше. Вот, видите? О, зато она такая, не длинная. Это хорошо. Я думаю, что это будет красиво. Мне нравится. Спасибо! Так, это еще не все. Тут у нас еще есть всякие приколы. Это, кстати, Славина. Он тоже заказывал. Такая у него тут подвеска с медузей, горгоней. Цепочка. Здесь еще один комплект. Это типа Славина уже. Это мужская такая больше. Ну, как мужская? Мужская. Просто она более, мне кажется, менее женская. Давайте так. Хотя и девчонкам, и мальчишкам подойдет и тот, и тот вариант. Ну, просто если сравнивать цепочку, какую для мальчика, мне кажется, что ту, которая потоньше, и более такая, как железная, знаете? Вот, видите? Вот это моя, а следующая Славина. И у нас, получается, два комплекта таких. Ну, и у него цепочка еще такая. Ну, мне кажется, есть в чем мы сможем даже меняться. Ну, цепочка, кстати, офигенная. Посмотрите. Очень красивая. Освежающий крем с эффектом увлажнения. Вот такой вот крем мне прислали. Кто пробовал, напишите, как вам. Я не пробовала, только буду пробовать. Очень-очень хочу. На самом деле, давно хотела попробовать. Так, это у нас что это? Тональный флюид. А что такое тональный флюид? Супер, что мне присылают какие-то флюиды. Да, этот более белый. Тональный флюид. Супер, вот это мой. Вот этот светлый прям. Кстати, вчера мне еще, или позавчера, по-моему, из Салаудер прислали тоже кое-что. Они прислали мне вот такую футболку. Футболка в честь нового продукта. Double Wear. Double Wear. Я ее уже тестировала на руке. Тоже. Но не сегодня, а вчера, по-моему. Очень классная упаковочка. Посмотрите, какая красота. И вот, я, конечно, офигела, когда это увидела. Потому что, смотрите, просто открываешь, и тут ничего. Ну, типа, просто тюбик выливай. Потому что, обычно, я привыкла, что там есть кнопочки какие-то, какие-то мазочки. А тут ничего. Просто вот и все. Вот я маленькую капельочку взяла. Такая, кстати, даже поплотнее будет, чем вот флюиды те по цвету. Как отличаются. Ну, кстати, я очень рада, потому что они такие достаточно, ну, приземленные. Блин, боюсь сейчас красить. Попозже, наверное, попробую. Либо видео какое-нибудь сниму, или фотки сделаю. Но я очень рада, что у меня появились новые помадки. Спасибо большое, Мак. Кто-то в комментариях мне пишет, что кожа моя портится из-за молока. В принципе, я всю жизнь употребляю молочные продукты. И ни разу не пробовала их не употреблять и посмотреть, что со мной будет. Поэтому, гипотетически, можно предположить, что, может быть, молоко влияет тоже плохо на мою кожу. Но мне кажется, что все-таки тут что-то другое. Если Москву закроют, об этом заявят заранее, хотя бы за день точно. Я не знаю. Знаете что, и вот интересно, как долго я прохожу с этими ногтями. Слава богу, господи, все в порядке. Но я из-за этого нервничаю. Больше всего сейчас я расстроена из-за ресниц и из-за нарощенных волос. Ну, если не считать то, что происходит вообще в мире, да, и то, что нас всех пугает, мы это не берем в счет. Вот это первое, понятное дело, из-за чего я больше всего переживаю, расстраиваюсь. Но если брать какие-то свои мелкие неурядицы, то это волосы, которые безумно уже отросли, нарощенные. У меня вот косичка, на которую пришивают эту трессу с волосами, она у меня уже просто на спине лежит, понимаете? Настолько вот она отросла. Конечно, я могу так жить и, в принципе, даже нормально я так живу. Я смотрела вчера прямой эфир с Андреем Малаховым по поводу карантина как раз-таки. И там показывали мэров разных городов в Италии, как они реагируют на то, что люди, ну, не понимают, что там умирают, что там просто жесть конкретная. Они все равно ходят, гуляют с собаками, к ним на дом приходят парикмахеры. То есть там мэры прям ругаются матом на людей. И я понимаю их бешенство, потому что люди реально не понимают. И, ой, меня это просто вымораживает. Я, знаете, типа вот недавно еще даже смотрю в окно, там куча людей. Мне страшно, эти люди живут в моем доме, в моем дворе, твою мать. Когда я выйду за там первой необходимостью в магазин или в аптеку, я встречу этого человека в лифте, а он там ходил со всеми, обжимался, блин, облизывался. И меня это просто бесит, насколько людям пофиг, поэтому, пожалуйста, задумайтесь, не будьте дебилами. Ничего не подумай, но ты ходишь к косметологу? Просто интересно, что ты думаешь по поводу этих всех чисток и так далее. Я ходила к косметологу не один раз, и чистки тоже делала. Но могу сказать, что, знаете, я не очень люблю все эти чистки, потому что у меня кожа лучше не становится. Мне, ну как, может, станет на неделю, знаете, почище. Но потом все равно появляются опять проблемы, я не могу каждую неделю ходить к косметологу, ну это просто бред. Я считаю, что для начала нужно решить проблему внутри организма и понять, в чем дело. А потом уже ходить на какие-то процедурки просто для улучшения кожи, там, ну есть же много всяких разных штучек, масочек каких-то. В Грузии запретили продажу алкоголя, вот мне пришло сообщение в телеграм-канале. Мне кажется, что у нас тоже такое сделают, потому что вчера я была в магазине, в котором всегда есть все. И там были абсолютно пустые прилавки с алкоголем. Я хотела взять себе бутылочку вина, а там его не было. И это, знаете, это выглядело, это точно не то, что раскупили, это 100% люди не раскупили, это просто убрали. Там было только пиво. Вот там типа есть прилавок, где куча алкоголя, там виски, вина, все что-то, водка. Алкоголь это плохо. А с другой стороны, типа пиво. Там пиво было, но мне пива не надо. Просто это я к тому, что я офигела. И мне кажется, что у нас тоже это все убирают, чтобы люди на карантине не спаивались, не творили всякую дичь. Не знаю, ну есть же такие люди, которые, блин, напиваются, творят всякую дичь и просто напиваются, уходят в запой. Ну, как бы есть такие люди, как я, которые любят выпить бокал вина за ужином, расслабиться, включить сериал. Понимаете? И вот за меня обидно, за таких людей, как я. Что вы творите? Что вы творите? Где алкоголь? Верните вино! Настолько страшно. У нас по городу ездят большие машины и предупреждают о самоизоляции. Нам нельзя дальше 100 метров выходить из дома. Неделю назад я даже не думала о том, что такое будет. Твою мать! Я уже несколько месяцев об этом говорю. Ребята, сидите дома! Просто дальше хуже будет, если мы все будем тусоваться. Юля, еще высыпания бывают не только из-за желудка и неправильного питания, но и от стресса. Постарайся меньше нервничать. Знаю, что это трудно, но для своего здоровья надо это сделать. Кстати, у меня очень большие проблемы с нервной системой, это правда. Я очень, во-первых, вспыльчивый человек. Я очень глубоко все воспринимаю. Я не знаю, как правильно назвать, неправильная формулировка, но через себя пропускаю всегда все проблемы. Я не знаю, зачем я постоянно смотрю какие-то ужасные передачи о бедных детях, о брошенных детях, о семьях, у которых проблемы. Ну, знаете, мужской, женской, прямой финир, пусть говорят. Ну, там, все. Я не знаю, зачем я это постоянно смотрю, потому что я все эти истории как будто бы через себя тоже пропускаю, но я просто такой человек. Про то, что я нервная, это 100%. Я очень нервная. Я уверена, что у меня очень часто реально какие-то там прыщи, высыпания на лице из-за того, что я нервничаю. Это 100%. Я это прям чувствую сама, потому что у меня бывает такое, что я... Ну, я прям понимаю, что у меня депрессия, я нервничаю, мне плохо, и у меня, ну, как бы все хуже становится и с внешним видом. Недавно тетя Инна, Каринина мама, заплетала косички. Нам с Кариной. И когда она делала, заплетала мне косички, она у меня где-то три седых волоса нашла. Она мне их вырвала, я попросила. Я на них смотрю, я понимаю, что они такие седые, что просто пипец. Я думаю, что это тоже из-за нервов. Как думаете? Напишите в комментариях. Действительно вот эти выходные до 5-го числа продлятся. Просто появилась новость о том, что все это продлили, по-моему, до 17-го или до 14-го, не помню. Потом ее удалили вроде как, эту новость. Все эти выходные и каникулы. Нерабочая неделя. Мне такой астролог говорит, в этом году у тебя будет много знакомств и путешествий. Ну, а прикиньте, вот сейчас просто все и закончится. Все открывается, все, все летят, отдыхают, спокойно живут. Вот круто было бы, да? Ладно, в общем, буду сидеть, читать комментарии, потом пойду что-то поем. В общем, ребят, какие у меня новости. Я сидела, кушала, доедала печенку, гречку, сырь. Вот он у меня стоит с водичкой. Водичка это хорошо, этот его сок, потому что тогда он дольше хранится. И у меня специально есть технология. Я достаю сыр. Все вам объясню. Вот видите, сыр, и он не полностью накрывается водичкой. Я беру вот этот кусок. С той стороны, которая была в водичке, я отрезаю себе кусочки, и получается, он становится ниже. Таким образом, у меня уже много тех, которые стали низкими, чтобы они больше все находились в этом соке, чтобы дольше хранились. В общем, вот такая вот у меня технология. Ребята, не пугайтесь. Я уже полчаса лежу в этой маске, пытаюсь привести свою кожу в порядок, потому что обычно после таких масок у меня действительно прям хорошее улучшение кожи. И я очень люблю и, так сказать, экономлю эти маски на те случаи, когда реально пипец, ситуация жесть, нужно просто что-то невероятное делать. Вот, я помыла голову. Сначала я помыла ванну, раковину. Ну, короче, в ванной комнате все помыла. Вообще идеально стало чисто. Очень рада. Прям как-то много времени на это потратила. Прям очень долго все терла, чтобы идеально блестела. Потом я помылась. Вот у меня башка мокрая. Я смотрела сейчас вечерний Ургант на Ютьюбе просто. Времени сейчас дофига. Не знаю, 4 утра, может быть. Спать не хочется, но уже хочется лечь, отдыхать. Может быть, включить что-то там на часик вот такое. Ну, учитывая, что у меня режим просто уничтожен. Пофиг. Вот, сейчас уже пойду снимать маску. Еще нужно посушить голову, но я буду делать это достаточно быстро. Вот, потом что-то включу, и пока буду что-то смотреть на этом телеке, хочу выпрямить волосы, потому что они у меня из-за того, что очень посеклись, за ночь могут спутаться ужасно. И если я их выпрямлю, то меньше риск того, что они сильно спутаются. Хотя все это не полезно, но учитывая, что это нарощенные волосы, а не мои, сильно посеклись, пофиг. Вот, потом просто поменяю их на новые волосы. Вот такая вот есть функция. Лежим, отдыхаем, обжимаемся вместе, пью чай. Ты мое солнышко. Ну, давай, иди обнимай дальше, маму, до конца обнимай. Ну, чего, иди сюда. Ой, ой, вы посмотрите на это. Мое чудо. Вся мама так легла к маме, потому что маму любит. Так что вот такая вот у меня очень домашняя, кайфовая обстановочка. Меня целует моя любимая собака. Я лежу в маске. В общем, жить удалось, ребята. Я заказала маски себе, прикиньте. Нашла магазин, где можно заказать всякие респираторы, маски, все такое. В общем, кучу всего заказала. Завтра мне должны привезти. Посмотрю на качество, на все такое. И если мне все понравится, и все будет кайф. Я много всего разного заказала. Там какие-то есть штуки, которые прям лицо закрывают, глаза. В общем, не знаю, много заказала, чтобы с семьей тоже заделиться. И если по кайфу все, то вам тоже расскажу, где заказала. Потому что, мне кажется, это будет полезно для тех, кто пытается найти. В общем, ладно. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что оно было интересным. Я буду стараться как можно чаще выпускать видосы. Каждый день по-хорошему. Подпишитесь на меня обязательно в Инстаграме и в ТикТоке. Ссылку я оставила в описании. В ТикТоке я постоянно что-то выпускаю, снимаю. То есть я там тоже очень активная. И, конечно же, Инстаграм, в котором я постоянно в сторис что-то показываю, рассказываю. Так что обязательно. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Вы поставили лайк. Оставляйте комментарии. Я все читаю. В следующих влогах все это комментирую. Люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok